Прежде чем мы к этому перейдем, я хочу ответить на два вопроса, очень важные, которые были заданы у нас в телеграм-канале, потому что они, наверное, для всех будут полезны ответы на эти вопросы. Они, собственно говоря, прояснят еще раз то, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть отличие от философского взгляда, от философского подхода. Вопрос такой, что вроде бы на первый взгляд философская картина мира дает больше свободы человеку, чем монотеистическая картина. Но это на первый взгляд, то есть, по крайней мере, с нашей точки зрения европейская, это вроде бы выглядит действительно так. А в иудаизме, только в иудаизме, и в христианстве тоже, есть действительно представление о том, что свобода – это не свобода вообще, а свобода вовсе не во вседозволенности, а в принятии некоторых ограничений. Ну, например, как осознанная необходимость по спинозе, это как бы свобода осознанной необходимости. Вот в чем, собственно говоря, отличие самого понимания этого термина «свобода» и подхода к тому, что же это такое. Действительно, здесь очень важный и тонкий момент. Я говорил уже, наверное, когда мы начинали только наш разговор, что, по сути дела, концепция мудрецов Талмуда состоит в том, чтобы освободить человека от всех земных детерминалов. Как мудрецы Талмуда пытаются это сделать? Они пытаются это сделать с помощью того, что человек подчиняется не земным факторам, а земными факторами может быть все, что угодно. Это может быть внешние обстоятельства, это может быть общая культура внешняя, это может быть влияние радио, не знаю что, телевизор, все, что хотите. То есть все это – это земные факторы, которые влияют на человека и которые, на самом деле, определяют его поведение, его мировоззрение и так далее. Мы это все прекрасно знаем. Освободить его от этого с точки зрения мудрецов Талмуда можно чем? Можно инструментом, который называется указанием. Если я воспринимаю это указание как небесный фактор, а не земной, тогда, подчиняясь этому небесному фактору, я избегаю подчинения всем земным факторам. И даже если этот самый небесный фактор мне указывает, например, как мне кушать, что мне делать в этой жизни, да, и вроде бы на самом деле я веду жизнь земную, но эту земную жизнь я веду не исходя из земных факторов, а исходя из вот этого небесного фактора указания. То есть исходя из Талмуда, тем самым, получается, что подчиняясь этому указанию, я освобождаюсь от земных детерминат. В этом, собственно говоря, свобода. С точки зрения христианства, как раз мы сейчас будем говорить, но вы, может быть, если я не скажу, напомните в конце, и мы поймем, как понимается освобождение человека в христианской традиции. А в греческой традиции? В греческой традиции, как мы помним, человек на самом деле является кем? Является наблюдателем за миром, читателем этого мира, рефлексирующим по поводу всего существующего. И свобода, с точки зрения философской, это на самом деле осознание, овладение, овладение интеллектуально всем тем, что нас окружает. Человек, который как бы интеллектуально возвышается, с помощью своего познания возвышается над всем, что происходит в этом мире, он обретает, можно сказать, свободу, можно сказать, совершенство. Так, например, формулирует это Аристотель, счастье наибольшего, он настигает наибольшего счастья тогда, когда он является созерцателем мира. И это можно идентифицировать тоже очень приблизительно, потому что само понятие свобода в философской традиции тоже не очень простое. Но, тем не менее, на самом таком базовом уровне мы можем понимать, что освобождение, философское освобождение, оно идет через вот этот самый процесс познания и постижения. Постижение дает мне возможность каким-то образом соотноситься с тем, что меня окружает, и иметь относительную свободу. Понятно, что философ не предполагает, что я могу освободиться от земных детерминантов. Нет, от земных факторов я освободиться не могу. То есть они все равно будут на меня влиять и так далее. Но если я интеллектуальное, чисто интеллектуальное существо, то меня они как бы не касаются. То есть мой интеллект это не затратит. Мое постижение ничего не теряет, если со мной происходит неизвестно что. То есть самые разные стихийные, культурные, социальные, политические и так далее катаклизмы, они на вот это мою интеллектуальную составляющую не влияют. Вот различия, очень важные различия, различия в понимании того, что же такое свобода и освобождение.